Новая схема. В России изменились правила регистрации квартир, домов и земельных участков. Как создание единого госреестра недвижимости мешает совершению сделок? Об этом и не только сегодня в программе «Новостройка». Я Александра Сосновская. Здравствуйте. Нотариусы и банки в режиме ожидания. Внедрение новой системы регистрации объектов приостановило их работу. В единую базу с Нового года собраны данные из Росреестра, Кадастра и БТИ. Но формирование электронных выписок из ЕГРН пока не налажено. А без них специалисты не могут оперативно проводить сделки. Приходит человек и говорит, я такой-то, такой-то, я имею права на квартиру. Они зашли, им быстро пришла эта выписка, да, это такой-то, такой-то, он имеет права на квартиру. А вот из-за вот этих смены технических регламентов, объединения баз, у них сейчас нету этого прямого доступа, да, они не будут бегать в МФЦ и заказывать справку. Поэтому, ну вот тут вот как-то мы включаемся, там заказываем, и время какое-то теряется. Кстати, стоимость получения выписки выросла в два раза. Так, бумажный экземпляр стоит 404 рубля. Авторы нововведения уверены, единый реестр станет надежным местом хранения информации. Саму процедуру постановки на учет ужесточили. В перечне значится 55 причин для приостановки госрегистрации. Так что при сборе документов нужно быть внимательными, чтобы не пришлось проходить семь кругов по инстанции. Если же ошибку допустит регистратор, заявителю компенсируют причиненный ущерб. Но из казны. Странно, что не из личного кармана. Право собственности можно оформить и на машиноместо. Площадка для хранения авто теперь считается полноценным объектом недвижимости. Дарить или продавать владельцы их могли и ранее. Правда, схема была сложной и не совсем законной. Мы разобрались в новых правилах. Подробности в сюжете. Миллион четыреста за 23 квадратных метра. За последние сутки только на этом сайте появилось 9 новых объявлений о продаже мест в паркингах. Я не просто там ключи отдаю вам за деньги, в обмен на деньги, а полностью свидетельство. Свидетельство о собственности, правда, общедалевой. Машиноместо как отдельный объект недвижимости, по данным Росреестра, в области еще никто не оформлял. Раньше, даже если я получу свидетельство, это будет право собственности на 1,32 в праве общей долевой собственности. То есть у меня где-то есть кусочек, где он, он не выделен. То есть там нужно еще ряд документов было подписывать. Сейчас это не требуется. Сейчас сразу же при покупке оно будет четко выделено, индивидуализировано. С точными координатами и границами. А это совсем другой юридический статус. Равноценный квартире или дому. В ближайшее время, по прогнозам экспертов, должны появиться новые ипотечные предложения от банков, подобные тем, что ранее действовали для гаражей. Я могу отталкиваться от той практики, которая была. Ставка была сопоставима и нечто среднее между ставкой на потребительский кредит и ставкой на ипотечный кредит. Я думаю, это будет порядка 12-13%. Не у всех есть сумма от полумиллиона и выше для того, чтобы выделить ее в моменте и ставить свой автомобиль уже в теплый, охраняемый подземный паркинг. Застройщиков смущает только одно. О машиноместах пока ни слова не сказано в законе о долевом строительстве. А значит, финансировать сооружение стоянки полностью придется самим. Делить территорию на части застройщик должен будет согласно прописанным требованиям. Минимально допустимая ширина это 2,5 метра, а длина 5,3. Причем границы должны быть обозначены либо на полу, либо на потолке. А вот что это будет, краска или наклейка, значения не имеет. Еще один важный момент. За собственную площадку для хранения авто, как и за любое другое недвижимое имущество, придется платить налог. Ставка 0,3% от кадастровой стоимости объекта. А значит, при покупке машиноместа можно будет оформить налоговый вычет, но только в следующем году. Все мы продолжим обсуждать с экспертом Мариной Крюк. Здравствуйте, Марина Геннадьевна. Здравствуйте, Александра. 2017 год наступил. Все, кто приобретали недвижимость в 2016, в предыдущие годы активизировались, хотят получить вычет. Вот с чего начать? Какие первые шаги должны быть в этом сложном процессе? Ну, начнем с того, что, конечно же, каждый налогоплательщик может получить имущественный налоговый вычет. Этот вычет он может получить с максимальной суммы 2 миллиона рублей. Таким образом, если посчитать 13% от 2 миллионов, максимальную сумму, которую может вернуть налогоплательщик, она составляет 260 тысяч рублей. Вычетом можно воспользоваться один раз в жизни. Единственным условием является, если недвижимость приобретена после 1 января 2014 года, то налогоплательщик может повторно воспользоваться вычетом, если стоимость имущества составила менее 2 миллионов рублей. В декларации необходимо приложить следующие документы. Это документы, которые подтверждают приобретение непосредственно недвижимости. К ним относятся договор купли-продажи, акт приема-передачи помещения, свидетельство на право собственности, либо выписка из ЕГРП, которая сейчас заменяет свидетельство. Следующий пакет документов – это документы, подтверждающие расчеты. К ним относятся квитанции, платежные поручения, расписки между физическими лицами. Также необходимо приложить копии паспорта налогоплательщика, копии свидетельства ИНН, справку по форме 2 НДФЛ, которую выдает работодатель, и заявление на возврат НДФЛ. Все эти документы можно предоставить лично налогоплательщикам, можно отправить по почте, либо на сайте налоговой инспекции зарегистрироваться в личном кабинете и предоставить там декларацию. Появилось не так давно это правило получения вычета еще из процентов по ипотеке, потому что ипотека все-таки сейчас один из таких главных механизмов, и вот как раз была такая форма разработана. А вот как в этом случае происходит вообще расчет? Совершенно верно. С процентов, которые налогоплательщик заплатил по ипотечному кредиту, он также может вернуть 13%. Для этого нужно будет взять в банке справку об уплаченных процентах и также приложить ее к декларации по форме 3 НДФЛ. В случае, если недостаточно налога за проверяемый период, за тот, который подана декларация, имущественные вычеты переносятся на последующие налоговые периоды. Когда пакет сдан, вся эта процедура пройдена, справки собраны. Как, собственно, уже можно получить эти деньги? В течение трех месяцев с даты подачи декларации налоговый орган ее проверяет и принимает решение о возврате налога. Мы в заявлении на возврат налога указываем свои банковские реквизиты, на которые нам налоговая инспекция перечисляет денежные средства. Также имущественный налоговый вычет можно получить по месту работы. Для этого нужно получить в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет. Чтобы получить это уведомление, подается пакет документов, подтверждающих право на вычет и заявление на получение уведомления о праве на вычет. Из практики вашей с какими проблемами сталкиваются заявители? На что обратить внимание нужно? На что обратить внимание? Вы можете получить отказ в налоговом вычете, если имущество приобреталось у близких родственников, либо каких-то средств государственной поддержки. Марина Геннадьевна, спасибо вам за информацию. Я думаю, зрители обязательно ей воспользуются и удачи вам в делах. Спасибо, Александра. Часть ипотеки можно погасить полученным вычетом. В скором времени может появиться еще один способ. Минстрой предложил внедрить механизм выплаты материнского капитала для гашения ежемесячных платежей по ипотеке. В случае, если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком. Такая мера, по сути, позволит снизить процентную ставку по ипотечному кредиту до 0% на период до 3 лет. Приводит доводы замминистра Никита Стасишин. В данный момент мат-капитал разрешено использовать на покупку или строительство жилья в качестве первоначального взноса на погашение основного ипотечного долга или процентов. Рассчитаться с банком могут помочь и деньги, полученные по программе «Молодая семья в Тюмени». Начался прием документов на 2018 год. Важным критерием по-прежнему остается возраст. Каждый супруг, либо один родитель из неполной семьи должен быть не старше 35 лет. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от состава семьи. Так, в минувшем году на четверых давали 986 тысяч рублей. Всего претендентами на соцвыплату признаны 496 семей. Но, чтобы получить средства, требуется подтвердить свою финансовую состоятельность. Проще говоря, что вы можете добавить остаток суммы для приобретения квартиры. Ну или хотя бы иметь одобрение банка. На данный момент в Тюменской области открытые займы есть у 70% активного населения. Объединенное кредитное бюро опубликовало исследования в разрезе по регионам. В средняя сумма долга заемщика у нас составляет 222,5 тысячи рублей. Для сравнения, в соседнем Ямалоненецком автономном округе показатель держится на отметке 312 тысяч. В Ханты-Мансийском и того больше 409 тысяч. Так что мы еще скромные. Но меньше всего в России задолжали жители Алтайского края. Но противоположная ситуация на Чукотке – 482 тысячи. Обращаю ваше внимание, что учтена не только ипотека, но и другие виды займов. Аналитики отмечают, банки стали лояльнее деньги на улучшение жилищных условий. Выдают даже тем, у кого испорчена кредитная история или нет подтвержденных доходов. Закрывают глаза даже на наличие судимости. Деньги готовы выдавать людям пенсионного возраста. Ранее эту категорию лишали возможности взять кредит. Более гибкой стала и система оценка платежеспособности. Предлагают банки и совершенно новые для рынка схемы расчета. Можно выбрать себе жилье, переехать, имеющуюся квартиру, выставить на продажу в течение года. Продать эту квартиру и внести деньги на досрочное решение. И, соответственно, банк снизит процентную ставку до 11.55. Что касается льготной ипотеки, новые заявки специалисты не принимают. Но до 1 марта продлится выдача кредитов по тем обращениям, которые были одобрены до нового года. Застройщики стараются часть расходов по кредитам брать на себя. Так в объявлениях появляются ставки даже от 5,5%. Но такую нагрузку способны выдержать только самые сильные. Обновленный 214 закон о долевом строительстве ужесточил требования к оформлению проектной документации, содержанию сайтов и отчетности. Затраты вырастут, а значит, спецпредложений станет меньше. Все направлено, во-первых, на то, чтобы до заключения договора участник долевого строительства мог полностью ознакомиться с объектом, в котором он хочет приобрести квартиру, понять финансово-хозяйственное состояние самого застройщика, то есть компании, с которой он будет связывать свою судьбу. С 1 июля этого года также вступает в силу требования о наличии определенного размера уставного капитала застройщика, который в зависимости от площади строящихся объектов варьируется от 2,5 миллионов рублей до 1,5 миллиардов рублей. Если у вас остались вопросы, пишите нам на электронную почту, ее адрес новостройка.собака.сибинформбюро.ру Принимаем сообщения мы и по телефону 688-946. Этот и все предыдущие выпуски программы «Новостройка» можно найти на канале Human Time в Ютубе. На сегодня это все. Встретимся в эфире ровно через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok